Сегодняшний видеоурок у нас посвящен теме питания. То есть тема, как извлекать стопроцентную пользу от употребаемой пищи. Ну, наверное, о пище сейчас говорится настолько много, что уже я буду повторяться. Но, тем не менее, какие-то моменты вы впервые услышите, наверное, и, я надеюсь, с огромной пользой сможете себе взять на вооружение. Когда мы говорим об энергетическом питании, то, наверное, подразумевается то, что мы хотим поднять свой уровень энергии. И питание — это как бы отдельная такая ниша или сектор, часть энергетики, которая помогает общему фону энергии быть высоким. И мы не можем обходить этой стороной столь важный вопрос, особенно если мы пытаемся работать с энергией. Итак, если мы... Давайте рассмотрим процесс питания. Вот что происходит, на ваш взгляд, когда мы употребляем что-то вовнутрь? Давайте рассмотрим подробнее. К примеру, мы возьмем яблоко. Если мы берем это яблоко, и оно нам очень нравится, оно вкусное, мы его начинаем есть, мы испытываем вкус. И этот вкус есть не что иное, как наше восприятие какой-то определенной энергии. И посудите сами, кроме тех углеводов, белков, жиров, витаминов, микроэлементов, которые мы употребляем, мы о них слышали, о них говорят ученые, биохимики, мы, кроме них, употребляем какую-то тонкую составляющую этого продукта, жизненную силу, ту энергию, жизненную светящуюся, которая содержится в этом яблоке. И когда мы чувствуем вкус, мы можем ощутить в нашей ротовой полости, где-то в этом, в районе горла, рта, нечто тонкое, некую субстанцию, которую мы можем сознательно, после того, как мы прожевали, проглотили, вдохнув, распеклить по телу. Что это будет подразумевать? Если мы таким образом сознательно через вдох распределяем по телу эту энергию, мы начинаем все лучше и лучше чувствовать, то мы питаем свое эфирное тело. Мы говорили в прошлых уроках, в одном из прошлых уроков, что я не только физическая составляющая, я не только кости, мышцы, связки, кожа, но я также и энергия, жизненная сила. Я также и чувства, которые в астральном теле, называемом тонкое тело, испытываются. И, зная это, я могу сознательно питать свое эфирное и астральное тело. Так вот, когда мы вдыхаем вот это ощущение, допустим, испытываемое при пережевывании яблока, при употреблении какого-то другого продукта, мы его мысленно распрягаем по телу через дыхание, то мы питаем эфирное тело. Также, если представьте себе, вы эту пищу, это же яблоко, сели с чувством благодарности, к примеру, Творцу или кому-то еще, с большой любовью это сделали, или просто радуетесь, то это чувство радости, любви и благодарности, оно поседает у вас, питает астральное тело. Таким образом, понятно, что если мы, кроме физической составляющей, белков, жиров, углеводов, витаминов и так далее, употребляем тонкие ощущения энергии, мы питаем весь комплекс наших тел, душу нашу питаем, и только в этом случае мы можем надеяться на результат гармоничного, гармоничной личности, которая интегрирована с телом. То есть душа и тело, они не разрываются. Вот, и поэтому, если мы подходим сознательно к этому вопросу, хотим потять энергетику, мы должны выбирать чистую энергетическую пищу. Вот, помимо той энергии, которая выделяется при каких-то процессах дезинтеграции белковых, допустим, молекул, там белки, кислоты переходят, отсоединяются, на это требуется энергия, там углеводы переходят в энергию, жиры в энергию, выделяется энергия, это часть той энергии, которой организм питается. Но почему бы не использовать еще и еще и еще возможность дополнительный процент, причем при определенной тренированности этот процент будет преобладающим, почему бы не использовать этот процент для того, чтобы питать себя, как тонкие тела, так и физическое. И весь вопрос в том, в выборе качества пищи. Вот, я могу сказать за себя, что уже больше двадцати лет я не употребляю, допустим, таких грубых продуктов, как мясо и рыбу. Да, может быть, это будет непопулярно для некоторых зрителей, они любят есть мясо, рыбу, но я скажу, что на протяжении этих двадцати лет я всегда был энергичен, силен и удовлетворен своим физическим состоянием. И никогда не испытывал недостатка в белках и во всех этих теориях, которые, может быть, современная медицина так любит превозносить, аргументы представлять. Но не употреблять мясо и рыбу – это всего лишь небольшая часть твоих заслугий. Хотя достаточно. Важно еще научиться чувствовать, какая пища нужна тебе, именно тебе, именно сейчас. Позволить инстинкту тела, чрезвычному инстинкту, проявляющемуся через желание, выбирать нужные тебе продукты. То есть, если у меня есть выбор, к примеру, на столе лежит морковка, хлопья, семечки, орехи, зелень, яблоки и так далее, и так далее, и если я чувствую, что мне сейчас хочется съесть, к примеру, вот это, если мой инстинкт не испорчен, вы понимаете, что его можно испортить, как правило, он уже забынет несколько у нас, у взрослых, то тогда я буду выбирать нужную пищу в нужный момент, и это будет максимально эффективно для моей энергетики, для построения моего мышечного каркаса, скелета, кожи и так далее. То есть, в тело будут введены нужные мне энергии на сегодня. Это совсем не значит, что я, допустим, полезную зелень буду есть каждый день, и она не будет принесить пользу. Совсем не обязательно. Надо чувствовать, что тебе полезно сейчас. Второй, еще один важный момент, это вода, или то, что мы пьем. Конечно же, это крайне важный момент. Вода, мы уже слышали, мы уже видели фильмы, она несет информацию, она структурируется, эта вода. Если же мы употребляем или как бы мы пренебрежительно относимся к той воде, которую водим вовнутрь, мы очень быстро стареем и начинаем болеть. Ведь тело на 80-85% состоит из воды. Мы это уже слышали, да? И мало того, что она состоит из воды, эта вода несет какую-то информацию, как правило, деструктивную и негативную информацию, которая пройдет через всю систему трубопроводов, а перед этим, как бы, был сделан забор воды, допустим, из каких-то рек общественного пользования. Вы сами понимаете, что туда сливается. И потом через систему трубопроводов эта вода пришла к вам в ваш чайник или в ваш кувшин, стакан, вы ее выпили вместе с хлором, вместе со всеми этими техническими добавками. И кроме этих вредных элементов, эта вода не структурирована, то есть молекулы не собраны в гармоничные сочетания, в так называемых кластеры. И клетки тела, наши клетки тела, они не могут полноценно пропускать такую воду. То есть продукты метаболизма в теле не выводятся в достаточной степени. Идет так называемая зашлаковка. Клеточки не оживляются в достаточной степени. Даже если мы усердствуем в каких-то практиках по набору энергии и не уделяем какого-то внимания, какого-то должного внимания чистой заряженной воде и идеальному питанию, то есть правильному, как нужный момент выбранному, то мы как бы сами себе вредим, забираем ту часть энергии, которая могла быть использована на наслаждение жизни, на радость, на духовное совершенствие. Поэтому могу сказать следующее, что будучи внимательным в отношении своих выборов, будучи пробужденным, будучи сознательным, просветленным, вы всегда можете, как бы, имеете возможность жить счастливой жизнью и никогда не оглядываться на те шаблоны питания, которые подсовывают нам в социум. Ваш организм знает гораздо лучше, чем диетолог, которого вы услышали, допустим, на радиотелевидении или который написал книгу, какой диетой нужно придерживаться. Ваша задача освободить телесный механизм под названием телесный инстинкт идеального, чистого питания. Я желаю вам делать правильный выбор и быть счастливым. Игорь Негода